Здравствуйте, друзья! Я давно слежу за украинской политикой, честно говоря, повидал уже много всевозможной дичи, но, признаюсь, есть человек, который вот просто не устает удивлять. Это Наталья Михайловна Витренко. Вот чувствуется, знаете, старая закалка, настоящее мастерство. Это не какой-то вам Кива, который все кривляется, пыжится, изображает какое-то безумие, а получается уже однообразное, он просто превращается в какую-то самопародию. Вот Наталья Михайловна, она, знаете, как может? Она может выступить где-то раз в полгода, но это будет такое выступление, которое просто войдет в историю. На днях Наталья Витренко дала интервью YouTube-каналу Блогер БН. Я, честно говоря, такого канала и не знал раньше. Какой-то очередной маргинальный антиукраинский блогер. И этот блогер в интервью стал расспрашивать Наталью Михайловну о сыне. Мол, ну как же так, вы долгие годы боролись за русский мир, сражались с коричневой чумой, а ваш сын пошел работать с правительством, которое вы называете фашистским, и которое придерживается, ну, явно прозападного антироссийского курса. Люди интересовались вашим сыном, то есть есть своего рода претензии к Юрию Витренко. Но и Наталья Витренко не стала сдерживать себя и открыла всю страшную правду. Она рассказала, что Юрий Витренко – это проект СБУ, СБУ и спецслужбы специально продвигают ее сына для дискредитации самой Натальи Витренко и ее прогрессивной социалистической партии. И если вы сейчас думаете, что я шучу или там прикалываюсь, то нет. Она действительно все это сказала. Багдан, вы знаете, я глубоко убеждена, что саму эту тему подбросила СБУ. Да и Юру подбросили СБУ. Это вообще не родной сын. Столько прошло лет, и была Наталья Витренко всем известна. Я сегодня езжу по Украине, меня узнают, со мной здороваются. Одни пылко любят, другие ее сниновидят. Это другое дело. И тут вдруг перебивается сыном. Сын, который появился вообще на поверхность политическую совсем недавно. Его никто не знал, он занимался какой-то своей коммерцией. Как-то, по-моему, Наталья Михайловна не очень высокого мнения о своем сыне. Вот этот вот сын, кто это такой вообще? Вот не пойми кто. Звать его никак, никто его не знал вообще. Да, вот гениальную Наталью Михайловну знала вся страна. Вся страна узнавала. И тут вот это вот всплыло, непонятно что. Вот это, понимаете, всплыл и затмил. Он затмил, затмил звезду. Как он вообще мог? Ну, по-любому, это козни СБУ. Тут и думать нечего, по-моему, все очевидно. Мне кажется, что Юру не случайно вывели на политическую поверхность. Что его не случайно... У нас много толковых людей, молодых людей на Украине, все. А его вывели специально в пику мне. Потому что очень боялись реванша нашей партии. В общем, сам по себе Юра из себя ничего не представляет. И всего добился исключительно благодаря коварству мировой закулисы. Какая добрая мать. Конечно, другие у него ценности. Я не отрицаю, это он западник, такой русофоб. Эк она его. Припечатала тогда. Чего не сделаешь ради кремлевской подачки. Даже родного сына попинать не жалко. В общем, как видим, Наталья Михайловна не опускает рук. И вопреки чудовищному противодействию СБУ и собственного никчемного сына, продолжает неравную борьбу с коричневой чумой. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал. И мы будем дальше следить за этой драматической борьбой. Ну а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мои видеоблоги полезными и интересными, вы можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.